Девушки отдыхают 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 Белый лист будет у нас ассоциироваться с чистым волосяным покровом. Явно блондинка. Это грязь, которая попадает извне на наши волосы. Что делает шампунь? Он моет эти волосы. И довольно эффективно справляется с загрязнениями. Шампунь является неким магнитом, который притягивает на себя грязь, которая образуется у нас на волосах. Далее мы наносим бальзам, либо же конденционер, который, наоборот, притягивается к нашим волосам. Этим самым создает защитное действие для наших волос. То есть грязь, которая будет на них попадать, она не будет так к ним приставать. И волосы не будут пачкаться с той силой, если бы они были без бальзама, либо же без конденционера. А в чем же подвох? Если в одной бутылке будет находиться и шампунь, и бальзам, они будут противодействовать друг другу. Если мы помоем голову шампунем, мы очистим наши волосы. Далее мы нанесем на них бальзам или конденционер, мы волосы наши защитим. Но если же в одном флаконе находится у нас и шампунь, и бальзам, то шампунь, в свою очередь, будет очищать тот бальзам, который будет пытаться прилипнуть к нашим волосам, чтобы сделать защитное действие. То есть получается, шампунь будет плохо вымывать волосы, а бальзам будет плохо справляться со своей защитной функцией, которую он должен выполнять. А между прочим, за бутылочку два в одном, а тем более три в одном, заплатить придется дороже. Не мало денег. Значит, мы просто выбрасываем деньги на ветер? Конечно, покупать отдельно шампунь и бутылочку бальзама, либо же конденционера. Шампунь два в одном – это лже-супермен. Он со своими действиями, заявленными в рекламе, абсолютно не справляется. То есть мы лишаем лже-супермена его суперсилы и отправляем его... Какой следующий миф ты собираешься развеять? Шампунь против выпадения волос. Производители, маркетологи обещают нам, что, пользуясь таким шампунем, наши волосы будут крепкими, выпадать они практически у нас не будут. И подтверждением тому будут слова врача-трихолога Дениса Прокоповича. Существует очень много видов выпадения волос и столько же причин, которые к этому приводят. Очень часто на своей консультации говорю о том, что волос – это чаще всего индикатор проблем внутренних. И к выпадению волос могут привести наличие хронических заболеваний. Особенно это касается патологии желудочно-кишечного тракта, эндокринная патология, то есть заболевания щитовидной железы, гормональные сбои, проблемы с сосудами и позвоночником. И если мы говорим о причинах, которые приводят в той или иной степени к выпадению волос, то мы всегда говорим о комплексе факторов. Врач-трихолог всегда рассматривает вот эту цепь закономерностей, то есть это уход правильный, это особенности питания, это наличие хронических заболеваний. И всё это в комплексе может действительно рано или поздно сбою в этой цепи могут привести к патологическому выпадению волос. Шампунь может идти в комплексе, да, параллельно с какой-либо лечебной сывороткой, с лосьоном, но сам по себе шампунь не является лечебным средством. Основная функция кожи, одна из основных, это всё-таки барьерная функция, да, и сквозь неё мало что проникает. А выпадение волос всегда идёт изнутри, от луковицы. Шампунь не может проникнуть сквозь кожу и не может воздействовать на луковицу. То есть действие шампуня сугубо поверхностное. Спасибо, Денис. Вот теперь мы убедились, что приостановить выпадение волос с помощью только одного шампуня нереально. Практически нельзя. Должна быть комплексная терапия. Срываем с него плащ, отправляем в мусорный бак. Следующий миф. Качественный шампунь хорошо пенится. У нас представлены три шампуня. Лечебный, детский и обычный. Где какой шампунь, это закодировано. Под номерками 1, 2 и 3. Мы сейчас нанесём на наши губки воду, нанесём понемногу шампуня и узнаем, какой шампунь из них лучше пенится. А потом выясним, что же это за шампунь. Что же это за шампунь и что это значит. Как правильно действовать? Сперва намочить губку? Сперва мочим губку и с помощью мерной ложечки наносим одинаковое количество шампуня. Какой у тебя номер это? Это шампунь под номером 1. Это у нас будет шампунь под номером 2. И шампунь под номером 3. Так, что касается пены. О, по-моему, третий. Просто рекордсмен, посмотри. Шампунь под номером 3 пенится лучше всех. Шампунь под номером 1 на втором месте и шампунь под номером 2 на третьем месте. Итак, шампунь под номером 1. Пены мало. Это лечебный шампунь. Точно. Я пользовалась когда-то лечебным шампунем для того, чтобы действительно вспенились волосы. Нужно было очень много его набрать. Очень много набрать. И как ты думаешь, что у нас под номером 2? Детский, наверное. Давай смотреть. Действительно. Ой, точно. Я даже не знаю, почему я сказала, скорее пыталась угадать. То есть детский пенится тоже не слишком. Детский тоже не слишком пенится. И шампунь под номером 3, ну, уже дедуктивный. Обычный шампунь. Обычный шампунь, да. Пены здесь больше всего. Так а что же лучше для волос, чтобы шампунь пенился, как обычный, или практически совсем не давал пены, как лечебный? Если шампунь пенится, это говорит о том, что в шампуне находится очень много павов. Поверхностно-активные вещества. Это те же, которые в порошке, а в средствах для мытья посуды? Да, да. Это все одного и того же поля ягода. Получается, что в лечебных шампунях павов по ГОСТу не более 10%. Соответственно, это и говорит о том, почему он так не очень сильно пенится. В детских шампунях павов допустимая норма не более 15%. И в обычных шампунях количество павов не более 20%. Чем больше их находится в шампуне, тем больше будет шампунь пениться. Павы, которые очень сильно пенятся, они относятся к разряду вредных павов для нашего организма и, соответственно, для кожи головы. Делаем выводы, что пена – это не показатель качественного шампуня. Соответственно, этот супермен – это также лже-супермен. Мы его лишаем красного плаща и отправляем его в корзину. Теперь следующий миф. Конский шампунь. Касательно конского шампуня ответил наш эксперт-рихолог Денис Прокопович. У нас очень разное строение кожи. У лошадей и у нас. У лошадей намного больше заложено сальных желез внутри кожи. Кроме этого, PH кожи намного выше. У лошадей до 7. У человека это 5-5. Поэтому все средства, входящие в состав конского шампуня, очень концентрированы. И если учесть, что даже абсолютно любой шампунь человеческий может вызвать аллергическую реакцию, если какие-то компоненты, входящие в состав шампуня, могут не подойти индивидуально, то что уже тогда говорить о конском шампуне? Были в практике случаи, когда обращались пациентки после применения конского шампуня с очень сильным раздражением кожи головы, с сильным зудом, с покраснением, вплоть до выпадения волос. В состав конского шампуня входит силикон. И некоторые производители шампуня для нас, да, как бы тоже включают его в рецептуру свою. Силикон на первых порах, безусловно, покрывает волос защитной пленкой. Действительно, он придает блеск, эластичность, придает объем. Но злоупотребление силиконом просто эта пленка, создаваемая им, в конце концов не смывается. И, соответственно, все питательные вещества не поступают в пути кулу волос. Так вот, почему производители стали выпускать шампуни без силикона. Да, то есть получается эффект недолговременный. Первое время мы моем голову шампунем для лошадей, получаем значительный эффект, волосы блестят, якобы становятся лучше у нас. Но через 2-3 недели этот эффект исчезает, наши волосы не выдерживают этой нагрузки, и волос получается ломкий, сухой. Тусклый, тяжелый. Тяжелый, да. То есть все это действие конского шампуня. В 2000-х годах стилист Сары Джессики Паркер имел неосторожность сказать, что она моет голову конским шампунем, и поэтому волосы у нее такие красивые и объемные. В итоге оказалось, что она мыла голову с шампунем, который содержал конский кератин. То есть конский шампунь и шампунь с использованием конского кератина – это совсем две разные вещи. Так откуда же берут этот конский кератин, и какой эффект он оказывает на волосы людей? Конский кератин берут из конского жира, который сам богат этим кератином, и, соответственно, в шампуне он уже начинает укреплять кожу головы и улучшать структуру наших волос. В результате супермен под названием «Конский шампунь» улетает? Да, потому что это две большие разницы. Соответственно, мы снимаем с него красный плащ и отправляем вслед за его коллегами. Ну, ох, Андрей, чувствую я, что останусь я без супермена сегодня. Я буду твоим суперменом сегодня. Годится. А у нас пятый миф, заключительный и, наверное, самый скандальный. Шампунь лучше, если он без лаурилсульфата. Если бы шампунь был без лаурилсульфата, он бы просто не справлялся со своими функциями. Наши волосы постоянно были бы грязными, жирными, засаленными. Ну, подожди. Ты понимаешь, что ты сейчас действительно развенчиваешь миф, который до сих пор казался просто достижением науки? Все исследования показали, что лаурилсульфат вреден, что он может даже вызывать определенные заболевания. А теперь ты говоришь, что хорошо, что он есть в шампуне. В 80-е годы в Америке был очень большой скандал, бум о том, что лаурилсульфат, он очень вреден для нашего организма, для головы. Он может вызывать рак кожи. То есть все это действительно было. Но после этого были проведены неоднократные исследования, эксперименты, которые доказали, что лаурилсульфат все-таки не вызывает образование рака. И, соответственно, он безвреден для нас. По одной из версий, эту информацию распространяли интернет-магазины, которые в свое время торговали натуральной косметикой. Получается, что если мы развенчали этот миф, то мы просто отобьем охоту искать шампунь без лаурилсульфата. Потому что большинство моих подружек так и делают. Пришла в магазин и смотрит, чтобы на этикетке шампуня было указано «Не содержит лаурилсульфата». Следует знать одно, что есть таблица градации сульфата. Их существует шесть разновидностей. От самых щадящих до самых сильных. Самый безвредный из них это Ти, Лаурет и Лаурилсульфат. На втором месте стоит Лаурет и Лауритсульфат натрия. И на третьем месте стоит Лаурит и Лауритсульфат аммония. Если вы моете голову шампунем с качественным павом, то вред сводится к минимуму. Мы делаем выводы, что все-таки этот Супермен, который у нас сегодня останется стоять на столе. То есть мы его не отправим к его собратьям. То есть Лаурил и Лауретсульфат не так страшен, как нам об этом рассказывает реклама. Неудобно, конечно, при Супермене такое говорить, но может быть все-таки органический шампунь, состоящий из натуральных компонентов, лучше, чем тот, который содержит химию. В каком-то плане он будет лучше, но цена его будет не менее 100 гривен за одну бутылку. О, да. Это следует понимать. И, конечно же, его пенящиеся и моющие свойства будут намного хуже, нежели шампунь с Лаурел и Лауритсульфатом. То есть его расход будет в два, а то и в три раза больше, нежели обычного шампуня по цене 20-30 гривен за бутылку. Почему же органические шампуни стоят так дорого? Он стоит намного дороже, потому что моющие вещества синтезируют из натуральных компонентов, в том числе из кокоса. Есть же еще шампуни с натуральными компонентами. Они насколько соответствуют своему гордому названию? Это шампунь с тем же Лаурел, Лауритсульфатом, с павами любыми. Просто в него немного, может быть, добавили какого-либо масла, какой-либо натуральной отдушки, какого-либо натурального вещества. И тем самым декларируют на этикетке уже, что это шампунь натуральный. По итогам всего, что мы сегодня узнали, можно, наверное, вывести формулу идеального, безопасного, качественного шампуня. Формулу мы вывести действительно можем, но, конечно, хотелось бы еще сказать и о плохих веществах, которые могут содержаться в составе шампуня. Следует помнить, что между бензином, тормозной жидкостью, линолеумом и шампунем есть очень много общего. И об этом мы сейчас с тобой поговорим. Вы должны запомнить три компонента, которые ни в коем случае не должны содержаться на этикетке шампуня, который вы будете покупать. Итак, запоминаем все вместе. Это пропиленгликоль, это продукт нефтехимии, то вещество, которое содержится в тормозной жидкости. Пропиленгликоль является нейротоксином, который способен вызывать дерматит. Этим ингредиентом некоторые недобросовестные производители пытаются заменять некоторые дорогие компоненты шампуни, которые призваны приглаживать чешуйки волос и придавать им шелковистость. На втором месте опасный компонент – это минерал-ойл, минеральное масло. Это вещество, которое содержится в бензине, оно является производной нефтепродуктой. Я, кстати, знаю, что женщины, которые следят за своей красотой и здоровьем одновременно, стараются и косметику, например, для кожи лица, выбирать без содержания минеральных масел. Пленка из минерального масла задерживает токсины, которые выводятся через поры. Кроме того, она препятствует проникновению кислорода в наш кожный покров, соответственно, замедляет кровообращение, растворяет природный кожный жир и сушит кожу. Следующий опасный компонент на английском языке очень тяжело прочитать, но на русский перевожу это формальдегиды. О, ничего себе! Все вещества, которые тоже содержатся в некачественных шампунях. Их также используют в производстве линолеума, а в шампуни добавляют их для того, чтобы приостановить рост микроорганизмов, которые могут там развиваться. Формальдегиды являются консервантом, которые продлевают срок годности нашего косметического средства. В Европе формальдегид был отнесен к категории потенциально опасных веществ, и, соответственно, его в европейских шампунях мы вообще нигде не найдем. Он вызывает раздражение глаз, носа и вызывает даже появление очень сильных аллергических реакций. А нам с вами просто необходимо запомнить, записать название этих небезопасных веществ и следить, чтобы на упаковке шампуня, который мы покупаем в магазине или в аптеке, этих названий не было. А с другой стороны у нас состав шампуня, который будет нам приносить больше пользы, нежели вреда. На первом месте должна быть написана «Аква», это вода. А на втором месте «Содиум лаурет» либо же «Лаурилсульфат». На третьем месте «Ти лауретсульфат» или «Ти лаурилсульфат». На четвертом месте «Какамида пропил бетаин». На пятом месте «Оливковое» или же «Миндальное масло». И на последнем месте это «Парфумы». Состав правильного шампуня вы сможете найти на сайте нашей программы. Обязательно посмотрите. В шампунях есть загустители и разные компоненты, которые разнятся в составе в зависимости от того, для каких волос предназначен данный шампунь. Какие именно это компоненты, расскажет промо «Медный», когда научит нас выбирать шампунь в зависимости от типа волос. Спасибо, Андрей. А шампунь стоит выбирать не по обещаниям производителей, а по его составу. И все вы до добре.